В селе Лдзана, территории частного участка, ведутся археологические раскопки под руководством старшего научного сотрудника Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гуля, кандидата исторических наук Руслана Барцец. Вся территория Питсунды богата древним археологическим материалом, и она всегда интересовала ученых, историков, археологов не только Абхазии, но и других стран. Сегодня, благодаря их работам, мы знаем о нашем крае многое. Впервые археологические раскопки здесь начали проводить в первой половине XIX века. Ученые нашей страны знали о существовании водопроводной системы Агведука на территории современной Питсунды и села Лдза. Однако, этот памятник древности изучен не до конца. Агведук представляет собой водопроводную трубу в несколько километров с садозаборными башнями. Он служил для водоснабжения местных жителей и византийских легионеров в эпоху существования древнего городища Великий Питиунд. Сегодня археологи под руководством старшего научного сотрудника Абхазского института гуманитарных исследований Руслана Барцыц приступили к изучению водозаборной башни системы Агведука, расположенной в селе Лдза на территории частного участка. Здесь мы видим водопроводную башню. Таких башень, по сообщению древних авторов прошлых веков, было восемь. И цистерна должна находиться где-то в отдалении от этого места, где-то несколько километров отсюда, на холмах или в ущелье, где проходила река Смырха. Буквально сегодня пришел один из местных парней, который показал еще одну такую водопроводную башню, что подтверждает сообщение древних авторов о том, что их было несколько. В данном случае у нас есть цифра 8. Но, к сожалению, она была уничтожена трактором во время закладки виноградных плантаций в 50-х годах для переселенцев из западных районов Грузии. И сегодня, вот только что я оттуда иду, в общем-то душа плачет, но памятник полностью разрушен и кусками разломанный валяется в овраге. Завтра мы с ребятами пойдем, начнем спасать этот памятник в том числе. А эта линия вот в очень хорошем состоянии сегодня лежит. Мы около 100 метров этой линии мы сегодня открыли. Построилась византийскими людьми, которые приезжали и которым нужна была чистая вода. Для себя они строили, но его использовали, конечно же, местный труд, труд местных наших предков. И об этом говорит еще и то, что сами вот эти башни водонаборные имеют специальные отверстия для забора воды. То есть местные жители, принимая участие в строительстве этого водовода, находились в хороших отношениях с теми византийскими легионерами, людьми, которые этим занимались, для которых это строилось. В нормальных, хороших отношениях были. И в знак благодарности, по всей видимости, сами строители дали возможность местным жителям также пользоваться этой хорошей, чистой и, по некоторым сообщениям, еще и лечебной водой. Над этим водоводом маленькие колодцы расположены с такими отверстиями, которые служили для отвода лишней воды. Во время паводка в ливневых дождей уровень воды поднимался, там, у источника, видимо, там была цистерна большая накопительная. И чтобы трубу эту не разрывало, делали вот такие отверстия, которые были прикрыты маленькими такими тоже квадратными плиточками, которые откидывались от давления воды, и трубопровод, вот этот водовод, оставался целым. Более точно, к какому веку относится памятник, будет установлено после его подробного исследования, отметил Руслан Барцыц. Однако на сегодня даботленно известно, что водопроводная система Агвитук широко применялась византийцами. Основная башня, мы говорим всегда, во всех туристических и исторических источниках, везде, современного нашего периода, говорим, вот башня, водораспределительная башня Агвитук, 10 век, везде все выберет. Пицунский храм, большой храм, 10 век, некоторые говорят 11, некоторые 9, но вокруг этого памяти, этой даты 10 крутится эта цифра. Но мне лично кажется, что и храм более древний. Есть много сообщений древних авторов, и русских, и других, которые датируют 6 веком. Тем более, что в 2006 году, во время ремонта и реставрационных работ, мы вокруг храма, мы обнаружили древние 4-6 веков фрагменты строения, которые также имеют отношение к этому большому культовому сооружению. И сама башня водораспределительная, она сама за себя, говорит, распределяла воду. И если распределяя линию, уходила дальше этого места, значит уходила в сторону древнего городища. Которую мы датируем 2-6 веком. Значит, вот эта водопроводная линия также и есть часть той водораспределительной башни, и служила снабжением хорошей чистой воды, великого Пятиунта, древнего городища. И датировка, а также, пока мы, в общем-то, осторожно говорим о датах, после исследования, анализа материала, который мы здесь раскопаем, обнаружим и раствора, и техники исполнения, и анализа находок. Я думаю, что мы дату эту определим более конкретно, но в любом случае это будет не 10-й век. Помимо башни, водопроводной трубы, какие-нибудь еще материалы были найдены? Внутри самой башни, я, в общем-то, предполагал, когда мы зачистили внешнюю часть башни, естественно, мы начали исследование внутри самой башни. Башня была заполнена так же, как и снаружи, где-то на таком же уровне метр-полтора, илом, песком, наносным материалом. И когда мы начали раскапывать, на глубине 20 сантиметров появились человеческие останки. То есть скелеты четырех захоронений мы сегодня уже вскрыли. Но видно, что это более поздние захоронения. Они были сделаны после того, как самая водопроводная система потеряла свое значение, как система, по которому шла вода. Но какого периода, это, опять же, мы узнаем после того, как до конца исследуем. И я полагаю, что там могут быть еще и другие находки. А что касается интересных, кроме захоронений, для археолога захоронения очень интересные. Они богато и информируют археолога. Но в данном случае, без инвентаря, эти костяки лежат хаотично. В общем-то, пока непонятно, какого рода характера эти захоронения. Но такие колодцы имеют, в общем-то, обыкновение. Если отсюда брали воду, пришли с кувшином, кувшинчик разбился, значит, какие-то черепки остались. Да, мы обнаружили фрагменты кувшинов для воды. И внутри, возможно, будут какие-то другие монетки. На счастье, кто-то мог кинуть монетку или еще что-то, какие-то находки. Мы нашли фрагмент абхазского, так называемого абхазского ножа. Железный нож. Фрагмент, хороший фрагмент. Но типично указывающий на то, что этот нож имеет форму современного абхазского ножа. Это тоже очень интересно. Еще раз подтверждает то, что здесь жили никто другой, кроме как абхазы. Руслан Барцыц, с сожалению, отметил и о том, что во время строительных работ на территории Эпицунды уничтожаются древние памятники. Строительные бригады, натыкаясь на эти памятники, зачастую не зная о их значимости, безжалостно их сносят, повреждают или уничтожают. В связи с чем мы обращаемся ко всем жителям района в случае обнаружения подобного рода сооружения сообщать в администрацию по месту жительства. Археологические исследования на данном участке и поиск других водозаборных башень будут продолжены.